Воспитание детей необходимо уделять внимание к тому, чтобы постараться защитить их от влияния подобных грехов. В основе ребенка, без разницы, будь это мальчик или девочка, необходимо воспитывать в свете Курана и Сунны. То есть начиная с того, какое имя мы даем. Мальчику необходимо давать мужское имя. Мужское имя, Мухаммад и так далее. А девочкам необходимо давать женские имена, как Хафса, Хадиджа, Айша и так далее. Также необходимо им приказывать. То есть если они достигли семилетнего возраста, то необходимо уже начать им приказывать совершение молитв. Также в постели необходимо отделить их. То есть уже с этого возраста необходимо их отделить. То есть нельзя, чтобы они распали в одной кровати. Нужно разобрать ребенку, Так же к ребенку, называя его такими именами, которые ему любимы. То есть не надо называть, допустим, как дурак или именами каких-то животных, да, субханалов. То есть не надо, говорит, вот ты, он на самом деле, он тоже человек, субханалов, которого Аллах всего лишь Аллах почтил. То есть если он какое-то животное, да, там, осел и так далее, то получается, ты отец этого животного? То ты тоже такое же животное тогда, да, субханалов. Можуд это? Да, можуд. Да, конечно. Хотя хьянен ли садыки у надеби асмака биха, я не знаю, это не так. Даже, даже, друг, друзья, когда друг друга начинают обращаться, начинают обращаться к каким-то скверными названиями, и вдруг там смеются, там, что подшучиваются, да, то есть тоже неправильно. Да, так же является правильным, когда ребенку дается кунья, то есть кунья, да, когда его называют отец того, это для того, чтобы он уже привыкал, привыкал, что в будущем он станет отцом. Так же надо давать даже дочерям куньи, да, говорят им, ума Абдуллаха, то есть мать Абдуллаха, мать Суалиха и так далее, да? То есть это уже начнет, как бы, воспитывать ее в таком свете, что она, иншаллах, в будущем станет матерью, матерью, иншаллах, праведных детей. И непременно необходимо отделять их, то есть делать различия в одежде. То есть есть отдельный вид одежды для мальчиков, даже есть специальная одежда для девочек. То есть не надо вот это, чтобы между ними это перемешивалось. Даже в цвете одежды. То есть есть определенные цвета одежды, которые не носят мальчики. И есть цвета, которые не носят девочки, да, и наоборот. Да, и, так же, даже даже, даже необходимо обращать внимание и разделять даже в игрушках в том, чем они играются. Например, мальчик играется какими-то машинками, ключами и так далее. А девочка готовит что-то. Даже в игрушках необходимо делать разницу. То есть, мальчик, например, одевает такию, головной убор, одежду для молитвы, которую одевают мужчины. Также девочка, например, нужна, чтобы она одевала хиджаб, чтобы иногда закрывала лицо никаабом, чтобы уже привыкала с малых лет. Отцу необходимо брать своего ребенка вместе с собой, сына, на молитву, когда выходит на рынок. Также матери должны брать своих дочерей вместе с собой, то есть, когда они совершают молитву, чтобы вместе с ними были. Или когда выходят на праздничную молитву, то есть, место, где женщины совершают молитву, чтобы туда брали с собой дочери. То есть, итог, вкратце, необходимо воспитывать детей, например, необходимо, чтобы мальчик воспитывался так, в таком случае, что он в будущем станет мужчиной. А девочке необходимо давать такое воспитание, чтобы она понимала, что она женщина, что станет матерью.